Борис, здравствуйте, меня зовут Олег, я представляю компанию MaxiForex и мы хотели бы задать Вам несколько вопросов. Здравствуйте, пожалуйста. Борис, расскажите, как давно Вы торгуете с компанией MaxiForex? С августа этого года. При этом я знаю, что Вы достаточно опытный трейдер и, кстати, Ваши результаты говорят об этом. Расскажите, как Вы добиваетесь таких успешных результатов? Ну, я считаю, что по-настоящему серьезно, вернее, относиться к торговле я стал даже, могу точное число сказать, с 17 сентября, то есть меньше месяца назад. До этого у меня была, можно сказать, игра. А потом, когда я проигрался почти в пух и прах, я решил взяться за ум, очень внимательно просмотрел все учебные материалы MaxiForex. Это мне очень помогло. И в связи с тем, что я проигрался, был у меня разговор с Вашим представителем, мне помогли бонусы. И стал относиться более серьезно, более требовательно к себе прежде всего. И, конечно, большая помощь Ваших менеджеров. Ну и вот с 19 сентября по сегодняшний момент, то есть меньше месяца, я, в принципе, туалет. Скажите, Борис, а как бы Вы описали стиль своей торговли? Как агрессивный или как осторожный? Он, может быть, изменился как раз после этой даты? Нет, у меня, в принципе, это моя беда. У меня, как я считаю, достаточно агрессивный стиль. И я заметил, что будет такое, что я стараюсь ставить как можно больший объем, чтобы находиться в торговле, как можно больше времени. Но это связано с моей основной деятельностью. То есть я не могу, вернее, стараюсь не делать так, чтобы стягивалось больше, чем на 10-12 часов. То есть стараюсь заработать максимум за меньшее количество времени. Не считаю, что это правильно. Не считаю. Тем не менее, можно поспорить об этом, но на данный момент Ваш результат говорит о том, что это далеко не самая худшая стратегия, как минимум. Спасибо, да. Ну и еще хотелось бы действительно большое спасибо Руслану сказать. Руслану и Михаилу, пожалуй, тоже. С Михаилом немножко было как-то. Вначале у меня было недопонимание, то есть, как я уже сказал, я привык все делать по многу и больше, а те советы, которые дает Михаил, они рассчитаны на более длительный срок. И когда несколько раз я выходил раньше, ну или в нулях, или в минусах, а потом просматривал те сделки, которые я бы мог завершить по советам Михаила, я понял, что... В общем, короче, я понял его. У него немножко не под мой характер, но теперь я стал под него подстраиваться, я очень им тоже доволен. Только после того, как я понял его. Борис, расскажите, пожалуйста, вот у любого опытного трейдера есть свои какие-то проверенные, любимые торговые стратегии или, может быть, определенные финансовые инструменты. Какие предпочтения у вас? Ну, инструментом евро, конечно. А остальные я тоже торгую, но торгую только либо по сигналу на платформе, либо по сигналам непосредственно от Михаила. Да, и здесь, конечно, большая помощь от него и чисто психологически тоже, потому что, бывает, в носа залезу, а ребята поддержат, и в компании тоже все. Не ожидал, чтобы такой сервис, честное слово. Потому что я не первая компания, с которой я пытаюсь что-то делать. У вас исключительно отлично. Борис, очень приятно слышать. Скажите, пожалуйста, несколько слов новичкам, которые только начинают свой путь на Форексе. Возможно ли зарабатывать на рынке Форекс? Возможно. Возможно, я в этом уверен. Я убежден, что это важно и что это нужно. Ну, конечно, нужно время для этого тоже. Если человек занят на какой-то постоянной работе, которая требует присутствия, он не может отвлечься именно в те часы, когда идет основная торговля, то лучше не заниматься этим. Но это, опять-таки, исходя из того, что делаю я. Как я уже сказал, я люблю больший объем, меньшее время нахождение сделки. Может быть, кто-то привык ставить так, что у него будет работать день-два и, в конце концов, будет хороший плюс. Но для меня это не приятно. Конечно же, нужно работать. Конечно, нужно рисковать. Конечно, хватит сидеть на своих зарплатах. Борис, последний мой вопрос о ваших планах. Я уже упомянул, что у вас отличные результаты. Ставите ли вы себе какие-то цели, скажем, в процентах от депозита или заработать какую-то определенную сумму, ну, например, до конца месяца? Конечно, ставлю. Но планы, как говорится, растут. Но если не называя суммы, первоначальный план у меня был. Вот заработаю я столько-то, и потом я буду снимать сливки. Сейчас я заработал от первоначально поставленной цели в два раза больше и решил, что пусть пока идет накопление. В любом случае, Борис, я хочу вам пожелать достигнуть этой цели и всех тех целей, которые вы ставите перед собой, успехов вам в торговле на рынке Форекс и в жизни. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я знаю, что несколько дней назад вы непосредственно воспользовались рекомендацией вашего менеджера и присоединились к торговле на новостях по NFP. Так? Да, да, да. Я даже знаю, что вы открыли сразу две сделки по двум парам, да, по евро-доллару и по золоту, правильно? Правильно. Расскажите немножечко непосредственно по этим двум сделкам, да, как успехи, как довольны ли вы прибылью, довольны ли вы, в принципе, да, торговле пятничной. Да, ну, как бы, это самый дальний скинлый, получается, лимитные ордера, как бы, просто прошел, я, как бы, я не скажу, что я там силен, как торги, это не все, самостоятельно там все-то изучать, как бы, далеко я не профессионал в этом деле, так как, ну, скинуло, вот, лимитные ордера, как бы, я выставил все, как она мне прислала. Открыл сделку, просто наблюдал, смотрел, как бы, и когда резко, получается, скачок был на рынке, я, просто, посмотрел, и закрылся, буквально, не знаю, может, минуты три-две от всей сделки, сделка длилась, я ее закрыл, чтобы, просто обоялся, может, минусы, ну, как бы, в хорошем плюсе. В итоге с хорошим плюсом. Ну, я вас поздравляю с этой прибылью, я так понимаю, что сами вы, в принципе, да, в тот день анализом рынка не занимались, и, в общем-то, ваш эксперт, насколько я знаю, это Оксана Миллер, в принципе, да, подготовила для вас уже, да, готовые данные для открытия по лимитным ордерам, правильно? Да, 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 это благодаря Оксане, просто, как бы, я вообще работаю занят, поэтому, ну, как бы, рынок я не изучал, то есть, ордера прислала, просто я зашел, тут же, как бы, сразу графики открыл, да, как бы, показывала, она все, тоже посмотрел, и открыл, все, ну, да. Да, она и лимитные ордера кидает, да, войти в сделку, какой парень, и вообще-то, да, ну, на телефон звонит, то есть, там, полиция, какие-то там, новости сильные будут, все, которые, ну, движение нужно тебе будет судьбой делать, то есть, он предупреждает заранее. Замечательно. Я очень довольна. Замечательно, ну, тогда, значит, очень важно, да, уточнить по, ну, давайте по десятибальной системе, да, от одного до десяти. Насколько вы оцениваете работу Оксаны, да, как вашего эксперта? Вы знаете, я всем доволен, десять. Замечательно. Было бы пятнадцать, было бы пятнадцать. Замечательно. Я очень рада, да, что вы довольна работой вашего эксперта, потому что нам важен, там, каждый клиент нашей компании, мы следим за сервисом. В принципе, да, что вы можете сказать о вашем менеджере о качестве обслуживания, да, то есть, вы довольны абсолютно всем, все-все устраивает вас? Ну, да, абсолютно, как бы, Оксана, хороший человек, как бы, она, ну, не знаю, легко, просто, обросточила объяснять. Замечательно, я очень рада. Да-то вот. А вы сами, Рафаэль, как вы считаете, вот что нужно для того, чтобы работа на Форекс была прибыльной и продуктивной? Как бы, консультанты к всем, вот, менеджеру прислушиваться, во-первых, во-вторых, как бы, быть внимательным, наверное. Заранее, перед новостями, как бы, готовиться, смотреть, какими, вот так вот все было, заранее, в принципе, когда-нибудь нормально все будет. На Форекс можно заработать? Можно действительно получать достойную прибыль и оставаться в компании надолго? Ну, как бы, да, можно, можно, как бы, чем больше депозитов, конечно, тем лучше, но просто, как бы, ну, люди у нас просто такие, у нас максималисты, да, как бы, они закинули там определенные, если мы хотят в этот же день, получается, ты саму вытащишь. Ну, так не бывает. Медленно, но уверенно, как бы, ну, в принципе, я считаю, как бы, я неплохо заработал в последнюю сделку, когда там информация будет. Можно зарабатывать. Замечательно. Ну, что ж, огромное спасибо, Рафаэль, да, за эти несколько минут нашего общения. Я от всей души желаю вам успешных торгов, прибыльных, да, высоких заработков на рынке Форекс. И я очень рада, да, что вы являетесь, соответственно, да, клиентом компании Макси Форекс. Я думаю, дальше вы также будете довольны. Спасибо большое. Хорошего вам и доброго дня. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok